Первые потери это были не акции, это были фонды. Наложилось все сразу, наложилась алчность, наложилась уверенность в себе. Идеология в компании «Тройка диалог», что тебе давали какую-то определенную идею, взамен ты должен был принести какую-то другую идею инвестиционную. То брокер говорит, у тебя недостаточное обеспечение, отрицательная вариационная маржа, или закрой часть позиций, зафиксируй бумажный убыток, сделав его реальный, или предоставь дополнительное обеспечение. Друзья, на связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале MaxCapital, где я продолжаю отвечать на ваши вопросы. Очень много поступило комментариев по поводу того, какие ошибки лично я совершил и обещал это видео. То есть самые, наверное, болезненные ошибки, связанные с работой на финансовых рынках. И сегодня непосредственно про это и помогает, как обычно мне в этом Николай. Максим, привет! Вот так, если прикинуть, сколько денег ты потерял за весь свой долгий срок на фондовом рынке? Ну, мне, наверное, очень легко это посчитать. То есть первые потери у меня составили порядка полутора миллиона, миллион восемьсот. Ну, то есть, опять же, в абсолютных значениях это может показаться не очень много. В том значении, которое для меня это составляло и в период, когда это произошло, это была очень болезненная история. Это вот был такой первый провал, когда, ну, то есть наложилось все сразу, да, то есть наложилась алчность, наложилась уверенность в себе, наложилась вера в определенную идею, вера в определенную идеологию. И, соответственно, то есть были нарушены все мыслимые и немыслимые правила. Это отсутствие диверсификации, использование левериджа, не разобрался в инструментарии, фьючерсы, вылет на контанго, фонд, который инвестирует во фьючерсы. И тогда это было порядка 80%, наверное, капитала. Причем не просто потери, да, бумажные, бумажные убытки, а которые были зафиксированы и непосредственно выведены. Первые потери это были не акции, это были фонды. Эта история началась в 2011 году, закончилась в году 2012, даже в 2013. Это была история, связанная с тем, что инвестировал натуральный газ в Америке, и здесь, что называется, полный фулл хаус, да, как говорят игроки в покер. То есть все, что можно было собрать, было собрано. Основная первая, да, основная ошибка, которая сейчас, даже сейчас очень часто многие ее допускают, это вера в авторитет. То есть есть люди, которые говорят очень классно, очень четко, кому-то может показаться, что я даже такой человек, да, на которого можно ориентироваться, сигналы которого можно слушать. И то есть вот как кто-то скажет, ну, опять-таки, не обязательно я, да, это может быть Димура, это может быть Василий Олейник. То есть авторитеты могут быть абсолютно разные, но тем не менее, вот он так сказал, и, соответственно, так и непосредственно будет. Для меня таким авторитетом, я всегда об этом рассказываю, был Иван Ковалев, мой наставник, мой учитель по фундаментальному анализу в том числе. История, в принципе, была как такова от него, да, и он говорил, то есть он мне эту историю продал, я эту историю купил, но, опять-таки, он мне сразу же сказал, это пипец как рискованно, дружище, да. То есть на этом можно заработать там 10, x10, но это очень рискованно, при этом подробности он не рассказал, потому что у нас была, в принципе, идеология в компании Тройка Диалог, что тебе давали какую-то определенную идею, а взамен ты должен был принести какую-то другую идею инвестиционную. То есть если Иван мне дал идею с натуральным газом, я ему должен был в ответ что-то принести, а у меня идея была не совсем проработана, поэтому он мне не рассказал всех нюансов. Я понимаю, что это было из разряда обучения, и школа очень хорошая, да, то есть опыт это самый дорогой учитель, но давайте все-таки, что же там такое произошло. А произошло там следующее, цена на натуральный газ в Америке упала с начала нулевых годов к 2011 году с 700 долларов за 1000 кубометров до 150 долларов за 1000 кубометров. То есть причиной тому было то, что цены на нефть очень активно росли в нулевых годах, соответственно, компании нефтяные очень активно занимались обновлением оборудования, да, то есть они покупали новые технологии, новые оборудования. И на рынке вторичного оборудования бурового появилось большое количество его как такового. При этом в Америке есть определенная специфика, что там разрабатывать недра может абсолютно любая компания, абсолютно любой человек. Недра находятся в частной собственности, если ты владеешь земельным участком, все, что над ним и под ним принадлежит тебе, да, то есть в отличие от России, где недра принадлежат непосредственно государству, и оно распределяет эти лицензионные участки. Так вот, что произошло в частной компании, соответственно, появилось достаточно дешевое буровое оборудование. Сами буры, их было много, они были дешевы, причиной тому высокие цены на нефть и просто деятельность крупных менеджеров нефтегазовых. Вторая история была связана с тем, что само правительство Соединенных Штатов Америки в начале нулевых годов очень активно субсидировало альтернативные источники добычи электроэнергии, да, то есть это и субсидирование солнечных батарей, и в том числе добыча не традиционных скважин газа, а газа сланцевого. В чем заключалось здесь основное отличие? При этом сланцевый газ был известен миру задолго, даже до традиционного. То есть если традиционная скважина газа, как это у Газпрома выглядит, да, то есть это некое такое подземное хранилище в песчанике, в достаточно рыхлой структуре, да, которую нужно непосредственно пробурить, добраться до подземного резервуара, где находится газ, и, соответственно, он начинает дебетовать, ты его начинаешь отбирать, и такая скважина, дебет у нее, соответственно, составляет порядка 30-50 лет. Сланцевая скважина, в чем заключается ее специфика, что порода, в которой находится газ, она не из песчаника, а она из сланца, а сланец – это спрессовавшаяся глина, то есть, по сути, камень. Поэтому вертикальное бурение для него не подходит, необходимо осуществлять горизонтальное бурение, то есть проходить через сланец. Из-за этого значительно увеличивается скважина, то есть длина скважины для того, чтобы непосредственно прийти к месторождению, где находится сконцентрированный газ. Мало того, даже если ты это пробуришь, в 10 раз длиннее она у тебя будет традиционной скважины, потому что она горизонтальная, а не вертикальная. Даже если ты придешь к этой сланцевой скважине, то в этом случае у тебя количество емкости, то есть количество газа, которое находится в сланце, оно очень маленькое, то есть напоминает некий такой наздреватый сыр, который мы все знаем. И получается, даже если ты туда пробрался со своим буром, то дебет, объем вот этого газа, который там есть, он чрезмерно мал, чтобы окупить даже затраты на вот эти вот бурения, не говоря уже о какой-либо прибыли. И получается, что объем газа, который находится в этой скважине, который ты продашь, они не окупают те затраты, чтобы просто к этому газу пробраться. В 2008 году появляется технология фрейкинга так называемого, то есть она, которая предполагает, что в скважину закачиваются реагенты, закачивается вода, реагенты, песок, и под воздействием химических реагентов происходит гидроразрыв пласта. То есть вот эти вот сланцевые ноздри, в ноздрях которых находится газ, то есть происходит раздавление пласта, и к верхней каемке получается газ поднимается со всех, как это сказать правильно, округлых ноздреватых вот этих вот впадин. То есть получается, что тебе она может дебетовать. Но даже эта история, она приводит к тому, что в течение первого года, даже первых двух лет работы этой скважины, когда она начинает отдать, она отдает 80-85% дебета. То есть ты вынужден постоянно бурить, бурить, бурить в сланце, проходить большие пути и соответственно бурить. И в 2007, 2008, 2009, 2010 годах из-за того, что это находилось в частной собственности, бурового оборудования было очень и очень много, все взяли и набурили. И дебет пошел. То есть в один определенный момент, когда у тебя себестоимость добычи сланцевого газа составляла 150-200 долларов за 1000 кубометров, никто этим заниматься не хотел. Когда у тебя в нулевых годах стоимость сланцевого, стоимость газа в Америке выросла, скаканула до 600-700 долларов за 1000 кубометров, и Америка была мета-импортером, то есть построены были целые заводы, которые занимались разжижением газа, который приходил из Катара, из Новой Зеландии, через Атлантику приходил на побережье Соединенных Штатов Америки в сжиженном виде. И были построены заводы, как раз таки, которые сжиженный газ в трубопровод начинали направлять. И здесь у тебя происходит взрыв технологический, большое количество новых скважин, и газ дебетует. То есть все вышли на проектную запланированную мощность, и газ пошел, да? А скважина газовая, это не кран. То есть нам нужна вода, мы открыли, воду набрали, сколько нам нужно, закрыли. То есть если ты сделал гидроразрыв пласта, и у тебя газ пошел, то тебе его нужно отбирать, ты его прикрутить не можешь, законсервировать. И поэтому получается большое количество скважин, большое количество газа, газохранилища все заполнены, экспортировать согласно закону газ ты не можешь, и у тебя ресурсов для этого нет, у тебя транспортная инфраструктура для этого нет. То есть что получилось? Получилось, что все хранилища заполнены, и цена газа падает до 150 долларов за тысячу кубометров. И то есть мы понимаем, что в принципе эта ситуация должна продлиться 2-3 года, потому что 2-3 года идет дебет, и цена в принципе может упасть, но она уже ниже себестоимости. Нормальная цена для сырьевого товара, это себестоимость добычи, плюс транспортные расходы порядка 10-15%, плюс 30% маржинальность, ну условно, да? И поэтому справедливая цена газа должна составлять в Америке, там в районе 300 долларов за тысячу кубометров. Чем вам не идея? Изучили, поняли, посмотрели отчеты Газпрома, которые называли, что все это сланцевая история, это фейк полный. Естественно, 100% денег в натуральный газ, и не просто в натуральный газ, а в натуральный газ фонд с плечом 1 к 2, который покупает фьючерсы. Причем специфика такая, что фонды, товарные фонды, это касается нефти и газа, они покупают фьючерсы, то есть они не выходят на поставку физического товара. А фьючерсы, как правило, дальние, всегда стоят дороже, чем текущие. И получается, когда ты входишь в фонд сырьевой, еще с плечом, то есть плечо образуется за счет фьючерсов. И в этом случае я собрал полный, как я уже говорю, фулл хаус, потому что история продолжилась, дебет еще продолжился, газ этот вообще девать некуда. Он вообще падает там до 50 долларов за 1000 кубометров, ну и соответственно меня в этом случае разрывает. Плюс еще контанга, плюс экспирация фьючерсов, перезаходы, и фактически за один год от инвестированных денег у меня там остается только 20%. В этом случае тройка диалог прекращает существовать, меня переводят в Сбербанк, я в Сбербанке проработал там 3-4 месяца, дальше работать не захотел, по своим убеждениям. И в конечном счете это привело к тому, что просто для того, чтобы финансировать текущий уровень трасс для своей семьи, я оказался в истории, у меня не было подушки финансовой безопасности, у меня не было финансового резерва. У меня было использовано плечо, у меня это было сделано в фонде сырьевом, где я попал на контанга. То есть у меня был нарушен принцип диверсификации, то есть в данный актив было вложено практически 90% денег, и получается потери, которые там были, они отразились полностью на моем капитале. То есть для меня год 2000, начало года 2013, 19 октября 2012 года получается я ухожу с наемной работы, и год 2013 это некий такой момент истины. У меня жена, ребенок маленький, ничего нигде нету, и нужно непосредственно что-то решать. И вот это вот были первые потери, которые были на рынке, где я, соответственно, понял, что вопрос инвестиций в сырьевые товары с плечом точно нет. И вообще, в принципе, фонды с плечом нужно использовать их в очень маленькой толике, нужно их использовать только когда ты понимаешь, как это работает и какие риски ты при этом используешь. И ни в коем случае, как бы тебе не нравилась история, какая бы она шикарная ни была, какой бы эксперт тебе не сказал, сколько бы тебе прибыли здесь не сулили, чем выше прибыль, тем выше доходность, чем ниже прибыль, тем ниже доходность. То есть это всегда риск и прибыль идут рядом, всегда перепроверяя, какой бы эксперт ни сказал какое-то определенное мнение, не нарушая принцип диверсификации, сколько бы прекрасен актив тебе не казался, каким бы он великолепен ни был, не вкладывая в него более 15% своего капитала. И то 15% это вот руку на отсечение дают, что компания непосредственно вырастет. Чем выше риск, тем выше доход, чем ниже риск, тем ниже доходность. Друзья, расскажите, были ли в вашей практике ситуации, когда вы уходили в глубокий минус, причиной которого служил леверидж, плечо, использование заемного капитала, будь то маржинальный счет или производная ценные бумаги, мне было бы действительно очень интересно почитать ваши комментарии. Пишите свои комментарии ниже, самое интересное я прокомментирую и пролайкаю. Сколько денег потеряли? Тогда получается порядка 1,8 млн. Ну вот большие деньги в 2013 году. Ну да. Это были личные деньги? Да. Которые вот заработали на наемной работе, вложили? Бонус. Это как раз, как я говорил, это начало было в 2012 году, то есть по итогам 2011 года был достаточно существенный бонус, там порядка 75 тысяч долларов я уже руководителем стал. Вот, и это были бонусы. Можешь описать свое состояние в тот момент, когда ты понял, что с газом идея не выгорит? Да, там получается не только моя идея была, там в этой идее еще один из ключевых клиентов находился, причем клиент, который очень близок к газпрому, прям, ну, очень близок. И на самом деле менеджмент, когда принимал решение, он тоже, в принципе, все это понимал. То есть здесь получается, что сама ставка как таковая, она была правильной, она была понятной. И в любом случае цена на газ-то потом выросла. Просто вопрос реализации этой идеи, через какие инструменты ты используешь, какая алчность в этом случае. То есть можно более спокойный инструмент, можно там, условно, там, не знаю, самому покупать. Можно управлять уровнем маржи, делать это не через фонд, можно через опцион это реализовать. То есть, ну, реализация идей может быть разной. Раз, два, опять-таки ты, если понимаешь все вот эти вот окости, которые, в принципе, мне не донесли, опять-таки, причина была, что и меня, в принципе, воспитывали, да, что если ты какую-то идею приносишь, то ты должен ее проработать. Для кого-то болезненно, да, для меня это болезненно было. Но выводы, которые сделаны, ну, что значит, за одного битого, двух небитых дают, потому что сотрудники ростовского филиала, особенно кто вот с брокерами был, кто с клиентами общался, они очень круто, очень сильно прорабатывали любую инвестиционную идею. И даже сейчас они прям топовые позиции занимают даже в Сбербанке, да, ну, кто решил остаться в этой сфере. Ну, и сейчас они занимают топовые позиции в Сбербанке и в других инвестиционных компаниях, работая с особо состоятельными клиентами. Максим, давай перейдем к следующим историям. У меня есть подсказка, что это ФСК. Можешь рассказать, что это за история потерь? Это последние, наверное, существенные потери. То есть клиенты, которые наблюдают, у них тоже, соответственно, удар по портфелю был нанесен именно на этой истории. Это была влюбленность в актив, компания ФСК ЕС, с которой мы очень успешно торговали в 2016 год. Сначала торговали просто бумагу, потом бумага взлетающей ракеты и решили, а почему бы и нет, почему бы не использовать заемный капитал. Бумага обращается на срочном рынке, есть фьючерсный контракт, это производная ценная бумага. Чтобы не вдаваться в подробности, нужно понимать, что фактически это принятие плеча 1 к 5. То есть на 1 рубль собственных денег можно было открыть позицию на 5 рублей. Условно, если у меня есть миллион рублей, я работаю через фьючерсный контракт, я покупаю базовый актив ФСК не на 1 миллион, а покупаю на 5 миллионов. Соответственно, если 10 миллионов, я покупаю не на 10 миллионов, а покупаю на 50 миллионов. И здесь, получается, была история, связанная с тем, что компания, во-первых, до этого принесла очень хорошую прибыль. То есть она там выросла где-то с 5-6, даже с 7 копеек до 18-20. Причем очень такой шлейф позитивный был, новостной шлейф был очень позитивный, фундаментал очень сильный. По показателю P компания по-прежнему дешевая, у компании там очень много было прибыли не от основной деятельности. И фишка заключалась в том, что у ФСК есть головная компания Россети. И 80% прибыли Россетей, которыми владеет государство, формируется за счет прибыли ФСК. А Россетям, во-первых, государство присвоит, чтобы оно хорошие дивиденды выплачивало для наполняемости бюджета. Второй момент, у нее есть другие дочерние компании, МРСК, где сетевые компании, сети устаревшие, их нужно обновлять, нужно ставить, менять провода, опоры. То есть требуются инвестиции. Поэтому ФСК для Россетей должна стать некой такой дойной коровой, потому что у нее там все хорошо, сеть есть, маржинальность высокая, компания зарабатывает хорошо. И поэтому, скорее всего, ФСК будет направлять на выплату дивидендов не только прибыль, которую она получает от основной деятельности. Но туда будут включаться и прибыли от договоров технического присоединения, туда будет включаться прибыли от переоценки акций. И поэтому дивиденды просто элементарно могут быть увеличены в два раза. Тогда получается дивидоходность в районе 8-10%. А если размер дивидендов увеличится в два раза, размер чистой прибыли, направляя на дивиденды, увеличится в два раза, то дивидоходность может стать 18-20%. И под это, соответственно, считали, рассчитывали прогнозную цену, что одна акция должна стоить не 21 копейку, а должна стоить 37-40. Ну, то есть 100% можно заработать. Соответственно, когда 100% ты можешь заработать по базовому активу, если ты используешь плечо 1-5, ты можешь заработать не 100%, а ты можешь заработать 500%. Но обратная сторона данной медали заключается в том, что если акция начинает падать, и она падает на 10%, у тебя потери от твоего капитала составляют не 10%, а 50%. И здесь история была с тем, что 8 марта 2017 года в этот период нефть падает на 8,5%. В России нерабочий день. Мы всей семьей уезжаем в Сейшелы. Перелет идет через Дубай. Телефон недоступен, соответственно, не включен. Прилетаем на мае, я включаю телефон, мне бешеное количество смс-ок, что мне звонили. Самое меньшее количество раз, сколько человек звонил, это было 4 звонка, самое большое количество это 27 звонков. То есть человек звонил 27 раз 9-го числа. Почему это было? Потому что позиция была не только у меня, но позиция была у других клиентов. Потому что акция ФСК падала в моменте, то есть она за день падала на 10-15%. То есть если она падает на 10%, еще раз, с пятым плечом, это убыток 50%. Почему она падала? Весь рынок начал падать. То есть весь рынок начали заливать, потому что нефть резко скорректировалась на 8,5%. Начали продавать российский рынок ценных бумаг, и, соответственно, на этом фоне там было падение. Но это же не страшно, когда потом отрастет? Коррекция не страшно, если ты торгуешь на свои. Когда у тебя плечи, то брокер говорит, у тебя недостаточное обеспечение, отрицательная вариационная маржа, или закрой часть позиций, зафиксируй бумажный убыток, сделав его реальный, или предоставь дополнительное обеспечение. То есть в итоге мы там должны, у нас был трансфер, на спидботе пришлось арендовать вертолет, чтобы быстрее, ну то есть когда я увидел такое количество, я понимаю, что что-то не так. Открываю, соответственно, там быстро в интернете смотрю, что происходит, минус 15% по ФСК. И то есть для меня это было первая неделя, то есть для меня это не отдых, был точно, однозначно можно сказать. Это было разруливание этой ситуации, и здесь у меня получается, лично у меня достаточно большая позиция была, то есть я со своего банковского счета, ну то есть с клиентами мы это разруливали, кто-то дополнительное обеспечение с кем-то закрывали, то есть я решал клиентские вопросы. По себе это было все очень просто, да. То есть я просто со своего депозита, который у меня была подушка финансовой безопасности, научный горьким опытом ситуации с газом, когда там и работы не было, и дохода не было, и непростая ситуация, у меня была подушка безопасности. И ты, получается, с этой подушки закидывал деньги? Да. Я каждый день кидал по 3 миллиона. То есть вот 3 миллиона кидаешь, под вечер отрицательная вариационная маржа. На следующий день опять утром кидаешь, ну то есть приходит смс от брокера, недостаточный уровень обеспечения, еще кидаешь 3 миллиона, ну то есть это опять-таки вера влюбленность в актив, вера в то, что ты самый сильный, что ты самый мудрый, и ты сейчас этот рынок накажешь. Другого порядка проблемы, да, когда из первого вынес определенные уроки, и уже там уже совершенно другой капитал был, там уже был капитал более миллиона долларов, и здесь, получается, мне эта история в общей сложности обошлась, наверное, где-то в 35-38 миллионов. Да, то есть у меня, получается, убытки рыночные, то есть порядка еще 10-15 миллионов было просто залито в рынок с целью удержать эту позицию, в итоге я ее не удержал, мне, ну то есть она была закрыта, убыток превратился непосредственно в реальный. Если говорить, что было причиной, это опять жадность, алчность, но как бы уже на другом порядке, на другом уровне цен, вера в продукты, опять-таки вот это вот воспоминание биржевого спекулянта, то есть хорошая книжка или февра, это тоже прописано, когда ты начинаешь терпеть убытки, вместо того, чтобы их фиксировать, ну то есть начинается вызов некий такой, да, ребята, вы все неправы, я верю, что все будет нормально, надо немножко передержать. И вот это вот, ну очень опасная и страшная история, да, которая приводит к значительным потерям капитала, особенно когда рынки двигаются против тебя. Вот сейчас прошло три года, оборачиваясь на эту ситуацию, как ты считаешь, как было бы правильнее поступить? Докидывать до конца, до победного, до нуля или выходить сразу, как только пошло горячо? Выходить, конечно, выходить. Но вообще в принципе не взорвало употреблять левериджем, да, то есть в принципе история связанная с тем, что когда я говорю о том, что я создаю своим детям капитала в один миллион долларов, я после этой истории как раз-таки убедился в том, что когда говорят про доходности, там 100%, 200%, 300%, 600%, которые можно получить на рынке, это реально. То есть говорить о том, что люди в лоб обманывают, это неправда, потому что если ты используешь леверидж и оказываешься правым, рынок действительно тебя вознаграждает. Но очень часто бывает так, когда ты начинаешь вот это вот верить в себя, у кого-то корона начинает расти, да, кто-то там перестает использовать параметры риск-менеджмента, и рынок наказывает. И поэтому отказ от использования заемного капитала, если у меня сейчас используются фьючерсы, если у меня используются фонды с плечом, то я заранее принимаю для себя, что для меня это потерянные деньги. То есть это не в то, что, знаете, как, если американец идет в казино со 100 долларами, он идет, чтобы получить удовольствие, или россиянин, если идет в казино со 100 долларами, он идет в казино, чтобы заработать, да. И здесь вот эта вот разница в ментальности заключается. То есть если я иду в какие-то фьючерсы, то для меня или это какое-то удовольствие поймать фонды, проверить себя, прав ли я оказался, и за этого получить свое вознаграждение. Или это хедж моего основного инвестиционного портфеля, который может быть там в 20 раз больше позиции, которые я непосредственно открываю, и даже если я там потеряю деньги, для меня это убытка не будет. Третий момент – это ни в коем случае никогда-никогда-никогда не влюбляться в актив, каким бы он тебе прекрасным не казался. Именно благодаря этим историям, и вот эта вот большая история 2017 года, еще раз напомню, год 2017, март месяц, соответственно, мне потребовалось просто год до марта 2018 года в принципе в себя прийти. Ну то есть это в 36 лет уже с тремя детьми и женой оказаться опять у разбитого корыта – это было очень болезненно по сравнению с предыдущим падением, которое произошло. И для себя сделал определенные выводы. У меня в итоге родилась история, родилась концепция, никаких быстрых денег, долгосрочный рост, вынес уроки, какие испытывали. В итоге эта история привела к рождению проекта «Миллион долларов за 8 долларов в день», в котором не используется леверидж, в котором не используются никакие производные ценные бумаги, в котором просто инвестиции на долгосрок, в компании, создающие прибавочную добавленную стоимость, в компании, которые выплачивают дивиденды регулярно, дивиденды на истории, которые защищают от инфляции, которые не требуют мне каждый день просто находиться у монитора и смотреть с придыханием сердца, что там произошло с нефтью, что произошло с рублем, что произошло с долларом. Не требует большого количества времени, максимум 10-15 минут в день. То есть все тонкости и подробности системы я излагаю на двухчасовом мастер-классе. Вебинаре, где я рассказываю, как устроена система, опять-таки, это дитё, рожденное в результате тех ошибок. Очень тяжело, на самом деле, во-первых, смириться, когда ты зарабатываешь очень много и после этого падаешь, и ещё и не один раз. И второе, я искренне хочу, ну, то есть для себя я принял решение, что для меня вот эти вот горки, они, наверное, уже надоели. И поэтому я спокойно формирую сейчас свой собственный капитал, я формирую капитал каждому из своих детей. Предлагаю вам тоже изучить концепцию, которая позволяет, как минимум, не реализовать эти риски в своей собственной истории, избежать их, ну, некий такой стержень, да, скелет, сформировать ваших убеждений, используя которые вы будете формировать собственные инвестиционные портфели, по крайней мере, 90-95% ошибок, которые могут привести к потере капитала, вы сможете избежать, если посетите данный мастер-класс. Поэтому ещё раз я вас приглашаю. Ссылка в описании, переходите, регистрируйтесь, будет точно полезно. Я вам это обещаю. Максим, последний вопрос, который я бы тебе хотел задать, это про шорты. Ну, всеми любимая Тесла. Илон Маск обещал подарить всем, кто её шортил, красные шорты. Были ли у тебя потери денег, связанные с короткими позициями? Так, в Тесле и было. Но опять, то, что было, это было уже год 2020. И если говорить о том, как это происходило, были ли потери? Да, были. Но из-за того, что, как до этого я рассказал, для меня были сделаны определённые выводы, если я в это и играюсь, если я куда-то в этом направлении иду, то в этом случае я сразу для себя определяю параметры риска. Я, возможно, превратился в того же самого американца, который идёт в казино со 100 долларом, чтобы получить удовольствие. Говорить о том, что я там иду и на 80% своего депо шорчу Теслу, такого нет и никогда. То есть 1% капитала, да, почему бы не поиграться? Во-первых, а, с заранее установленными лимитами, б, на отдельном счёте, спекулятивном счёте. То есть это одна из ошибок, в том числе допущенная мной и допущенная клиентами. Они начинают на едином брокерском счёте, у одного единого брокера, они начинают объединять свои инвестиционные портфели и спекулятивные портфели. При этом, ну, как правило, ошибки, которые ты начинаешь делать, которые ты начинаешь допускать, они происходят в очень мощном эмоциональном плане, потому что поначалу кажется, что коррекция незначительна, там, 3-5%, то есть никто не ждёт падения на 50%. И с теми же самыми шортами, если бы это у меня было на едином брокерском счёте, да, то есть в рамках единого брокера, брокер бы мне элементарно позволял бы держать эту шортовую позицию, несмотря на то, что она мне приносила кучу убытков, за счёт моих долгосрочных инвестиций в отдельные акции. Поэтому, если всё-таки происходят подобного рода сделки, если происходят подобного рода операции, всегда разграничивайте. То есть у меня, соответственно, инвестиционный счёт отграничен от спекулятивного счёта, и там, если происходят потери, я понимаю, что я могу там даже в ноль быть. Ну, почему нет? Это для меня некое такое удовольствие и поспорить с Илоном Маска. Вдруг я окажусь прав. Окажусь прав? Окей, не вопрос, будет там 300-400%. Но всего лишь там условно на 1% капитала. Если окажусь неправ, мне просто компании инвестиционные накидают дивиденды в 10 раз больше, чем количество денег, которое я от этого потерял. Как раз одно из следующих видео, которое у нас планируется выпустить на канале, это посвящено вопросам эмоций, которые бывают на фондовом рынке, к чему они приводят. Поэтому, если хотите увидеть данное видео, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить это видео, щелкните колокольчик. Поставьте лайк, если вы теперь будете учиться на моих ошибках, а не на своих. С вами, как всегда, был Максим Петров, проект Max Capital и замечательный Николай, который транслирует ваши вопросы. Мы тоже нашли верхнюю информацию. ... ... ... ...